На протяжении всего первого периода команды обменивались обоюдоострыми атаками, но довести комбинации до завершения игрокам не удавалось. Не раз игровые столкновения могли перерасти в серьезную потасовку. На перерыв команды ушли при счете 0-0. Во втором периоде команды продолжили обмениваться острыми атаками. Ротарь нефтяника Юрий Ключников удачно играл на последнем рубеже. Первую заброшенную шайбу болельщики увидели лишь на 37-й минуте. Ворота гостей точным броском распечатал Даниэль Насыбуллин. 1-0 при этом счете команды ушли на перерыв. Однако начало третьего периода изменило ход игры на 180 градусов. Сначала шайбу ворота нефтяника забросил Александр Торченюк, а затем еще через полминуты Роман Волошенко вывел ТХК вперед. Стоит ли говорить, что такая резвость немного обескуражила хозяев площадки? Но сдаваться нефтяник не собирался. Одна из атак альметьевцев закончилась заброшенной шайбой. На 47-й минуте дубль оформил Даниэль Насыбуллин. Но надолго удержать ничейный результат игрокам нефтяника не удалось. Ощущая за спиной поддержку своих фанатов, гости стали атаковать острее. И в оставшееся время оказались удачливее. Свои имена на табло зажгли Александр Торченюк и Виктор Луговской. 4-2. Наставник гостей Алексей Ждахина дал должное альметьевским хоккеистам, признав, что победа далась дорогой ценой. Ну что бы и так было тяжело, когда стука нервов и сил было истрачено. Конечно это что-то. Молодцы ребята, что выставили там определенный момент, когда соперник полностью завладел инициативой. Это где-то второй период. Вот. Дожали в третьем. Главный тренер нефтяника Юрий Мардвинцев объяснил результат потери концентрации, а также жестким игровым графиком. Хоккеистам приходится играть буквально через день. О чем говорим постоянно, это конкретно потери концентрации в начале третьего периода, когда из ничего набрасывают на ворота. Нефтяник находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Следующую игру альметьевский хоккейный клуб проведет на своей площадке с командой СК «Карелия». Эдуард Прокопьев, Альметьис Кталу.